Всем привет! Я вам тут пытаюсь параллельно ввести две серии. Одну по трекеру заявок, другую по Proxy-серверу. А сам очень сильно хочу скорее начать показывать Puppet. Прямо чешутся руки. Так что давайте закрывать хвосты. Сегодня будем разбираться с тем, как наш Proxy-сервер на Linux будет сам обрабатывать ваши DNS-запросы. До этого мы их просто прокидывали дальше. Сейчас будем обрабатывать сами. Но это я вам на слайде сейчас покажу. У нас уже часть шестая. Возьмемся с DNS-сервером Vint. Значит, картинка у нас простенькая. Раньше мы с вами создавали правило, которое просто разрешало проход DNS-трафика наружу. Мы там открывали порт 53-й TCP и UDP. И разрешали его NAT-ом пробрасывать наружу. Сейчас я эту стрелочку пометил красным. Потому что теперь я хочу, чтобы DNS-трафик весь перехватывался нашим сервером с Linux. А сервер Linux уже дальше сам обращался бы к DNS-серверам другим. Для чего это может быть нужно? Значит, если у вас есть сервера, которые будут обращаться только к интернету, вы их защищаете при помощи IP-тейблса, то пусть напрямую выходят вот так же, как выходили до этого. Все будет в порядке. Если же у вас есть локальная сеть какая-то, то было бы корректнее, наверное, все-таки перехватывать трафик на уровне этого пограничного сервера и там уже направлять его дальше туда, куда вы скажете. Чтобы если вам вдруг по какой-то причине захотелось бы изменить DNS-сервера, вам не нужно было бы их заново перепрописывать на всех машинах. Все машины у вас как обращались к пограничному серверу, так и обращаются. А вы просто на пограничном сервере указываете, куда им проходить дальше. Опять же, подчеркну, если у вас этот IP-тейбл защищает только сервера какие-то, которые выходят в интернет, то на них на всех можно просто прописать DNS-ом гугловские, какие-нибудь 888-8844, и все будет прекрасно работать. Плюс у нас с вами уже была серия уроков, где мы настраивали DNS плюс DHCP, и если вы будете DNS-запросы пробрасывать на такой сервер, на котором уже есть DNS-зоны, то у вас машины смогут друг с другом общаться по DNS-ыменам. Соответственно, в той конфигурации, которая у нас была до этого, когда у вас машины сразу обращаются к DNS-у провайдера или к DNS-у гугла, ни DNS-провайдера, ни DNS-гугла не знает ничего об именах машин вашей локальной сети, и поэтому у вас не получится к машинам внутри вашей локалки обращаться по именам. Мы с вами сейчас настраиваем базовый DNS-сервер, который будет делать, в принципе, то же самое, что у нас происходило до этого. Он все запросы будет принимать и тупо прокидывать дальше. Если вы захотите, чтобы у него еще были свои зоны DNS, в которых были бы машины в вашей локальной сети, то смотрите соответствующий плейлист. Я вам ссылку на всякий случай брошу к видео внизу. Так как дело у нас происходило давно, нам нужно с вами свериться с нашими правилами. Я их выведу не самым правильным способом через IP Table Save, чтобы вы могли вспомнить, как мы эти правила вводили. Правила у нас обычные. Самое важное то, что мы по умолчанию дропаем все входящие и насквозь проходящие пакеты. И для работы DNS у нас есть вот это правило, которое NATOM из нашей локальной сети пробрасывает UDP пакеты по порту 53 и TCP пакеты по порту 53. Соответственно, на клиентской машине у нас с вами настройки следующие. У нас с вами есть IP-адрес и прописан DNS-сервер Google. Я не помню, что у нас был до этого. Может быть, я прописывал IP-шник в свой маршрутизатор. Неважно. Это что-то уже условное в интернете, что разрешает наши DNS-запросы. И, соответственно, сейчас у меня с вами интернет работает просто через NAT. Мы же с вами сейчас настроим DNS-сервер Bint. Мы же с вами сейчас настроим DNS-сервер Bint, который у нас будет заниматься перенаправлением забросов. Есть основной конфигурационный файл DNS-сервера Bint. По-разному он в разных дистрибутивах находится. У Ubuntu это etc.bint.namedconf.options. Тут у нас опции различные, которые нам могут пригодиться. Меня в данном случае интересует исключительно форвардер. Как я сказал, мы будем просто переадресовывать запросы дальше. Свою зону создавать не будем, мы этим уже занимались. Значит, я укажу, куда переадресовывать запросы. Я здесь могу указать, опять же, тот же самый Google 888. Я укажу свой маршрутизатор. Например, 10.0.1.1. Это мой маршрутизатор. Дальше я скажу, чтобы все запросы сразу мой сервер не пытался никак сам обработать, а просто переадресовывал. В первую очередь, переадресовывать. И еще, как дополнительный вариант, можно сказать, по какому порту ему прослушивать запросы. У меня уже IP-Tables защищает меня, но на всякий случай я укажу еще здесь. Я скажу, чтобы он слушал 53-й порт, как и стандартный любой CRDNS, но только по одному сетевому интерфейсу. По своему сетевому интерфейсу, который глядит у него в локалку. 126.8.0.10. Чтобы из интернета никто не мог слать DNS-запросы к моей вот этой вот машине и через нее узнавать, что у меня находится в локалке. Хотя, повторюсь, у меня это уже возможность блокирована IP-Tables. Так как мы сейчас здесь делаем простой форвардер, нам не нужны никакие DNS-секи. Мы об этом говорили, когда настраивали обычный DNS-сервер. Если захотите, вы можете его включить. Там чуть-чуть больше конфигурации. Готово. Теперь важный момент. Раньше у нас вот этого всего было достаточно. Можно было бы сказать сервису BIN 9, чтобы он перезагрузился. BIN 9.Restart. Сейчас у нас эта перезагрузка будет занимать очень долго. Там 2-3 минуты где-то. Дело в том, что у нас Ubuntu, не помню с какого момента, но стало принудительно использовать такую утилитку, которая называется RNDC. Давно эта утилита уже существует. Это утилита, которая контролирует наш сервер имен. Суть ее в том, что она позволяет управлять нашим DNS-сервером только тем, кому это разрешено. Умолчаю, это сделано для того, чтобы, насколько я помню, управлять сервером DNS удаленно. Для этого используется система ключей. То есть у нас есть специальные ключи. Эти ключи прописываются в файлах конфигурации сервера DNS, и после этого у нас все работает. Сейчас у нас вот так вот будет долго-долго висеть, и мы с вами в конце концов решим посмотреть статус нашей службы Bint. Мне ждать на самом деле надоело. Я просто скажу сервис Bint статус. Сейчас я увижу то, что у нас она не загружена. И я знаю, я не стал дожидаться, потому что очень долго ждать, что дело вот в этой RNDC. Значит, для того, чтобы с RNDC у нас все было в порядке, нам нужно настроить ее ключи. Для этого есть простая команда, которая генерирует все, что нам необходимо. Не обязательно указывать вот эту вот часть, но в некоторых дистрибутивах не может ключ быть сгенерирован в автоматическом режиме, и команда rndc.confgen просто повисает. Поэтому я сейчас указываю устройство, которое нам поможет сгенерировать ключ. И вот вывод этой команды, который говорит, что мы создали вот такой вот секретный ключ. И вывод здесь довольно-таки простой. Вот эта вот часть вывода нам нужно сохранить в файл rndc.conf, а вот эту вот закомментированную часть вывода нам нужно сохранить в named.conf. До появления утилиты rndc.confgen приходилось делать вручную. Вручную генерировать ключи, вручную заполнять эти файлы. Сейчас у нас уже все сгенерировано, нам нужно только вписать. То есть я для начала создаю файл rndc.conf. Вот этот вот по пути etc.bind. Сразу давайте я скопирую вот эту вот информацию. Просто выделяю. a добавить, правой кнопкой вставить, escape, большие буквы z, z. И второе, что мне нужно, это файл named.conf. Точно так же с правами суперпользователя, etc.bind.name.conf. В него я должен буду вставить вот эту вот часть и, соответственно, откомментировать ее. Нажимаю enter, опускаюсь в конец файла, add, правой кнопкой добавить. Убираю все значки, которые мне должны превратить комментарии в нормальный текст конфигурации. Сохраняюсь. Прежде чем сохраняться, смотрите, у нас по умолчанию rndc контролируется через петлевой интерфейс. И у нас очень много программ, которые обращаются сами к себе через петлевые интерфейсы. То есть фактически они не выходят в сеть, но используют сетевые протоколы для того, чтобы обращаться самим к себе. И, как вы видите, здесь она контролирует сама себя по порту, по адресу 127.0.0.1, то есть сама себя, по порту 953. У нас этот порт закрыт IP-тейблсом. И нам сейчас нужно разрешить вот этот вот контроль. Escape, z, z. Очищаю снова экран. Делается это просто, мы добрались до важного. Мы просто разрешаем через IP-тейблс, это тоже важный конфиг, без него очень часто многие утилиты не работают. Раньше работали, а сейчас все больше утилит сами к себе обращаются через петлю. Мы просто разрешаем все входящие пакеты через интерфейс loopback. Через петлевой интерфейс, через петлю. Минус j, accept, разрешить. Во всякий случай покажу вам и в конфиг. Вот он наш петлевой интерфейс с адресом 127.0.0.1. И теперь все входящие пакеты на него разрешены. Если у вас output по умолчанию заблокирован, то все исходящие пакеты тоже нужно разрешить, иначе программы не смогут сами себя вот так вот проверять. Не буду пока сохранять правила IP-тейблс. Попробую теперь скажу service.bind.restart. И видите, он сразу рестартанул без каких-либо проблем, без подвисаний. Дело в том, что мы с вами поправили RNDC и разрешили ему спокойненько работать. Вот у нас спокойно RNDC остановилось, code exit, это прекрасно. То есть, если бы в тот раз мы с вами дождались, когда у нас висело, здесь бы был статус error у нас. Отлично, вроде бы все сделали. Проверим на самой этой машине командой NS lookup, как у нас проверяются доменные имена. Например, давайте google.com. Стандартный запрос. И вот нам пришел ответ от моего маршрутизатора по адресу 10.0.1.53, то, что за гуглом зарезервированы следующие IP-шники. Прекрасно, здесь DNS работает. Теперь на нашей машине Windows я должен с вами прописать DNS-сервер. Теперь я хочу, чтобы у меня машина Windows моя отправляла DNS-запросы не в Google на 8.8.8, а на тот же IP-шник, что и ее шлюз. То есть, у нее шлюз и DNS сейчас одна и та же машина Linux. Мне в текущем разрешении экрана будет тяжело дотянуться до кнопок ОК. Я сейчас табуляции попереключаюсь, наконец-таки, и попаду. ОК. Закрыть. Прекрасно. Проверяем то, что у меня IP-адрес изменился 0.10. И по идее у меня сразу с вами должен будет пропасть интернет. Да, интернет не загружается. Потому что теперь, когда у нас машина пытается узнать, где, на каком IP-шнике находится go.microsoft.com, она обращается ко мне на машину 0.10. Но моя-то машина 0.10 сейчас через IP-tables, если мы посмотрим, не принимает запросы. Она принимает запросы только по порту 22, принимает ping, принимает по петлевому интерфейсу, и все пакеты в рамках уже установленных. То есть, теперь мне нужно моей машине Linux разрешить прием DNS-запросов. Для начала я уберу вот эти вот теперь уже ненужные пробросы DNS-запросов. Я пишу superuser.do, вот это правило, я его только что скопировал. Удалить правило приема по порту 53. Да, я только команду IP-tables неожиданно забыл написать. IP-tables delete forward. Точно так же мне нужно вот из этого правила выдернуть этот 53-й порт. Я больше его не хочу пробрасывать. Проще всего мне это сделать как? Мне проще всего удалить это правило. IP-tables с ключом минус D. Удаляю. А потом я его создаю, но уже без порта 53-го. Так мне удобнее всего. Минус D. Делаем superuser.do, IP-tables save. Проверяем. Из forward исчезли правила по 53-му порту UDP, и отсюда исчез 53-й порт TCP. Теперь мне нужно разрешить в инпуте 53-й порт. Я нахожу вот это вот правило, которое я его удалял в истории консоли. Пишу минус add input, стрелочка вверх, если что, я бегаю по своей истории вниз. В цепочку input из своей локальной сети я разрешаю UDP пакеты по порту 53. Опять забыл я команду IP-tables. И то же самое для порта TCP. Готово. Делаю IP-tables save, чтобы убедиться в том, что у меня появились два правила. Вот они по 53-му порту. И теперь уже сохраню, наконец-таки, правила IP-tables. С правами суперпользователя, о которых я тоже постоянно забываю. Все прекрасно, правила сохранились. Теперь я могу отправляться на машину Windows, пробовать выходить в интернет, и вижу то, что у меня открылся, как минимум, Яндекс. Открылись Яндекс.Картинки. Открываю командную строку. В командной строке тем же самым NSLOOKUP, он здесь точно так же выглядит, как и в Linux. Проверяю, например, узел Яндекс.Ру. И мне приходит ответ в том, что у Яндекса.Ру есть вот у нас IP-адреса версии 4 и даже IP-адрес версии 6. Итак, мы с вами сегодня поупражнялись в IP-tables, убрали те правила, которые у нас NAT-ом пробрасывали запросы DNS, добавили правила, которые теперь позволяют входящим DNS-запросам пропадать на наш сервер с Linux, и разрешили входящий трафик по петлевому интерфейсу. Параллельно мы с вами немножко отредактировали конфигурацию нашего DNS-сервера Bind, чтобы он прослушивал запросы и сразу их отправлял дальше куда-то, и еще сделали небольшой такой фикс для того, чтобы у нас служба Bind нормально перезагружалась. Это связано с тем, что в Bind появился RNDC. Осталось у нас немного. Нам осталось только Squid базовый настроить, и на этом закончим вот эту вот серию. А потом продвинутые настройки Squid я вам буду потихонечку подбрасывать.